Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса вы узнаете о самых главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Не могут или не хотят. Со спортивной набережной не удается убрать незаконный бизнес. Проблемный объект проинспектировал глава региона. Удобно и дети под контролем. Владивостокцы все больше интересуются единой транспортной картой. Транспортная карта – это лет длительного пульса. Углубили, теперь увеличат. Сезон захода круизных лайнеров во Владивосток может стать еще эффектнее. Также в выпуске тропические широты. Власти приморской столицы ждут с моря погоды и морозят горожан. Еще раз скажем – танцуют все. В эти выходные мы отметим день рождения приморского края. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Приморье попало в тройку аутсайдеров нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В топе антирейтинга также Чукотка и Крым. В этих регионах на данный момент освоено менее 30% средств, выделенных на ремонт дорог. Эти данные озвучил председатель правительства Дмитрий Медведев в рамках совещания в ходе реализации национального проекта в Екатеринбурге. Премьер отметил, что в большинстве регионов завершается приемка и оплата работ, которые выполнили дорожники. А 30% – это даже с учетом сезонных факторов – очень мало. Львиная доля критики и замечаний в работе по ремонту дорог внутри приморья приходится на администрацию столицы края. Напомним, что ранее глава региона, отчитываясь о выполнении работ по БКАД, рассказал, что в мае-июне они не велись из-за отсутствия проектно-сметной документации. А середины июля начались затяжные дожди. А в начале октября действия главы Владивостока жестко раскритиковал полпредпрезидента на Дальнем Востоке. Он, в частности, поставил под сомнение качество подрядчиков, работающих в рамках проекта. Взять на контроль работу регионов, остающих по реализации БКАД, пообещал министр транспорта России Евгений Дитрих. Глава Минтранса также пообещал, что средства дорожных фондов не пропадут. Они по правилам переходят на следующий год. Отопительный сезон стартовал в 15 муниципалитетах Приморского края, в том числе и в южных. Однако Владивостока в этом списке нет. В Приморской столице стойко ждут пятидневных холодов. А между тем, начинать отопительный сезон ранее такого периода современным законодательством не запрещено. Забывают власти города и о таком важном факторе для старта отопительного сезона, как температура внутри жилых помещений. Она должна быть комфортной, а это 20-25 градусов со знаком плюс. А пока администрация живет по старозаветным советским нормативам, в больницах Владивостока замерзают. Ослабленные болезнями пациенты в детских садах мерзнут и начинают массово болеть дети. Да и в квартирах горожан уже давно холодно, так как основной объем жилого фонда Владивостока построен из быстро промерзающего бетона, а не из кирпича. Тем временем в администрации города сообщили о стопроцентной готовности сетей теплоснабжения к запуску отопления. Но при этом в нескольких десятках домов Приморской столицы до сих пор нет горячей воды. В скрытой теплосети зияют разрытые котлованы. Это районы улиц Светландской, Пушкинской, Станюковича, Крыгина, Русской, Кирова, Чкалова, Калинина и многие другие. К слову, в России отопительный сезон начинают в период с 1 по 15 октября. А вот почему 43 градус, северные широты местные власти считают тропиками, непонятно. Так что вопрос, когда Владивосток станет городом для людей, остается открытым. Не могут или не хотят. Со спортивной набережной не удается убрать незаконный бизнес. Заброшенные недострои бесхозные участки нанесут на интерактивную карту. Об этом заявил губернатор Приморского края во время осмотра популярного, но от этого не менее проблемного объекта Владивостока. Подробнее расскажет Светлана Садовая. Спортивная набережная – точка отчета для каждого мэра Приморской столицы. Однако, несмотря на все усилия местных властей, территории никак не удается привести в надлежащий вид и даже освободить от незаконного бизнеса. Место, популярное у горожан и гостей Владивостока, до сих пор находится в удручающем состоянии и нуждается в благоустройстве. В этот раз городской объект проинспектировал вместе с мэром Владивостока и губернатор Приморья. Конечно, одна из проблем в городе – это набережные. Те, которые там ранее были, водник, стадион, динамо, они сейчас застроены теми людьми, кто решил расположить гостиницы в контейнерах контейнерного типа. Там жители, как правило, соседней страны, перевалочный пункт, утром приезжают, вечером выезжают. Глава региона на спортивной набережной обратил внимание на отгороженный объект. На протяжении 17 лет на этом участке ничего не делается. Он распорядился разработать специальную интерактивную карту. На ней будут обозначены все недострои и бесхозные земельные участки Приморской столицы. Пользоваться картой смогут все жители Владивостока. Городу поручили сделать необходимые документы, эскизный рисунок, проект на сметку документации, чтобы сделать нормальный пирс, сделать нормальный исходник, сделать какие-либо бассейны на той территории, в которой лежит город. Также по поручению полпреда Юрия Трутнева будет решен вопрос с несанкционированными торговыми точками. Снесут почти три тысячи таких объектов, которые расположены на тротуарах, на проезжей части, мешают проходу и проезду горожан. Олег Кожемяка подчеркнул, это объекты нелегального бизнеса, не стоят на учете в налоговой, а значит не приносят дохода ни в краевую, ни в городскую казну. Светлана Садовая, новости на восьмом. Владивостокцы все больше интересуются единой транспортной картой. Предыдущая партия в количестве тысяч экземпляров полностью реализована за короткие сроки. Транспортная карта дает возможность рассчитываться за проезд безналичным способом в автобусе, травае, троллейбусе и на фуникулёре. Подробности в следующем материале. Владивосток готовится к приобретению второй партии единой транспортной карты. Тысяча таких карт уже реализована в городе. ЕТК можно расплатиться в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулёре. Как пояснили в автоматизированном диспетчерском центре, который является официальным оператором проекта, во Владивостоке владельцами карты чаще всего становятся школьники. Транспортная карта – это билет длительного пользования. Очень удобен для населения в том плане, что мы можем контролировать поездки от наших детей. Если родитель заводит себе в телефон программу, на которой он может отслеживать каждую поездку собственного ребенка, где он вошел в автобусе, где он вошел. Стоимость единой транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка или через ресурс Сбербанк Онлайн. Транспортную карту во Владивостоке можно приобрести по следующим адресам. На верхней площадке фуникулёра, в диспетчерской трамвая на остановке Мингородок, в диспетчерской троллейбуса на остановке Автовокзал и на площади Семеновской. Если по каким-то причинам терминал не работает и пассажир не может рассчитаться за проезд, об этом можно сообщить по телефону 261-43-34. Напомним, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен. Безусловно, почти у всех сегодня есть банковские карты, ими тоже можно рассчитаться за проезд. В этом случае транспортная карта является альтернативой. Выбор, чем пользоваться только за самим пассажиром. В случае потери карты вам ее не только восстановят, но и вернут оставшиеся средства. Дмитрий Беломестов, новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. 120 лет в высшей школе региона. Дальневосточный университет широко отметит свой юбилей. Танцуют все. В эти выходные мы отметим день рождения Приморского края. Углубили, теперь увеличат. Сезон захода круизных лайнеров во Владивосток может стать еще эффектнее. Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? Планета безопасности ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. 120 лет в высшей школе региона. Дальневосточный университет широко отметит свой юбилей. Танцуют все. В эти выходные мы отметим день рождения Приморского края. Углубили, теперь увеличат. Сезон захода круизных лайнеров во Владивосток может стать еще эффектнее. С 19 по 21 октября ведущий вуз Дальнего Востока отметит юбилейную дату. 120 лет со дня основания Восточного института. Первого высшего учебного заведения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Правоприемником которого является современный ДВФУ. В субботу, 19 октября, жители и гости Дальневосточной столицы, все студенты и сотрудники университета приглашаются на день Восточного института на Пушкинской улице. Театрализованное представление начнется в 14.30 у здания Восточного института с музыкально-исторического введения «Владивосток» 1899. Продолжится постановкой «Открытие Восточного института» художественным вернисажем и концертом в Пушкинском театре. Помимо этого, в эти дни с 11 утра до 6 вечера в здании на Океанском проспекте 37 для всех желающих будут открыты исторические экспозиции и представлены уникальные экспонаты Музея археологии и этнографии. Геолога Минералогического, Зоологического, Ботанического музеев. Праздничная программа выходных дней завершится большим студенческим балом в кампусе ДВФУ. В корпусе А закружат более сотни пар, которые уже несколько месяцев оттачивают тонкости классических бальных танцев на репетициях. 81 год назад указом Президиума Верховного Совета Советского Союза Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский. В этот день наш регион получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. Это значит лишь одно. Наши выходные будут весьма насыщенными. В эти выходные мы отметим день рождения Приморского края, который состоится в воскресенье 20 октября. И в честь 81-й годовщины со дня его основания для жителей и гостей Приморья готовят праздничную программу. По информации Департамента культуры, главный праздник пройдет во Владивостоке на спортивной набережной. Состоится традиционный концерт, на котором выступят творческие коллективы Приморья. Отделение Всероссийской Федерации танцевального, спорта и акробатического рок-н-ролла, представители которого проведут мастер-классы для всех желающих. На площадке у амфитеатра раскинется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и уже полюбившиеся жителям края фотосушка. Также на праздники соберутся представители казачества, которые проведут мастер-классы по владению шашкой и побалуют гостей праздника традиционными угощениями. Организаторы праздника также предусмотрели площадку для спортивных игр. Она включит в себя поле для мини-футбола и две площадки для стритбола. Еще раз спешу напомнить. Празднование Дня Приморского края состоится в воскресенье 20 октября на спортивной набережной с 12 дня до 16 часов. Круизный сезон во Владивостоке подходит концом. В этом году столица Дальнего Востока увидела 10 различных лайнеров. Это и хорошо известные приморцам дворцы на воде и новые суда. Кроме того, в этом году жители Приморья смогли не только принимать туристов, но и сами отправлялись в путешествие на лайнере. Каким был круизный сезон 2019 года, расскажет Дмитрий Беломестов в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Круизный сезон во Владивостоке стартовал 20 марта. При этом наш город увидел и новые лайнеры, среди которых судно «Альбатрос» под флагом Баганских островов. Именно оно и открыло сезон. На борту судна было 635 пассажиров. Большинство – жители Германии. Здесь очень холодно, но мне понравилось. Понравилась Россия. Было бы неплохо вернуться, но добираться сюда тяжело. Мы посетили много мест. Железнодорожный вокзал, главную площадь, субмарину. Смогли немного погулять и купить сувениры. Я практически ничего не знала о Владивостоке, отправляясь в путешествие, но сегодня узнала многое. Здесь очень хорошие люди и современный город. Я не думаю, что вернусь сюда снова, потому что далеко. Мы приехали из Германии, а это огромное расстояние. В апреле Владивосток встречал круизные суда три раза. Дважды в порт зашел хорошо известный приморцем итальянский лайнер «Коста Неоромантика». И один раз голландское судно «Вестердам». «Коста Неоромантика» выполняла шестидневный рейс. Большинство путешественников – корейские туристы. На борту лайнера было почти 2000 человек. Я работаю на лайнере в службе безопасности. Мне разрешили сойти на берег, и я собираюсь познакомиться с городом. Мне кажется, здесь здорово. «Коста Неоромантика» уже в рамках следующего круиза зашла во Владивосток во второй раз. В этот же день к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартовался голландец Вестердам. Это первый случай в современной истории Владивостока, когда порт принял два лайнера одновременно. Вестердам путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибыл из японской Канадзавы. На борту лайнера голландца было около 2000 туристов, в основном американцы и австралийцы. «Я была удивлена городом. Мы видели Москву, Санкт-Петербург. У вас другой город, красивый. Мы посетили экскурсию, были в музее, на площади. Объехали город. Мы уже 14 дней путешествуем. Это прекрасно. Объехали Японию. Направляемся домой, в Канаду». В мае, когда стало уже достаточно тепло, горожан радовали еще три судна. «Коста-сирена» пришвартовалась в порту 3 и 7 мая. Огромный круизный лайнер доставил в край около 6000 туристов из Республики Корея. «Да, да, да, я люблю Владивосток второй раз. Я видел очень красивые и очень милые люди. Спасибо. Спасибо. Очень красиво. Первый раз. Что вы будете делать в нашей городе? Не знаю. Вы любите? Нет. Коста-неоромантика вновь привезла своих пассажиров 30 мая. Отметим, что жители Приморья смогли не только встретить туристов, но и сами отправиться в путешествие. Июнь во Владивостоке прошел без прибытия лайнеров. А вот уже в июле одно судно все-таки посетило столицу Дальнего Востока. «Даймонд Принцесс» встретили 31 июля. Этот визит бриллиантовой принцессы стал юбилейным. Судно зашло в Приморье в десятый раз за последние несколько лет. В августе во Владивосток впервые и спасаясь от тропического шторма на несколько часов раньше запланированного времени зашел морской гигант Мааздам под голландским флагом. Второй раз судно прибыло в Приморье 22 августа. В перерыве между его визитами зашел мальтийский Ocean Dream. Большая часть отдыхающих на лайнере – азиаты. Однако среди туристов можно было встретить и португальцев, и румын, и даже бразильцев. Мы приехали, чтобы посмотреть памятные места, архитектуру, которая нам уже нравится. Мы бы еще хотели пофотографироваться, например, у церкви, вон там. А я просто хочу есть. В сентябре на время ВЭФ лайнер «Коста Венеция» стал плавучей гостиницей для гостей Пятого форума. После него самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в порты России, пришвартовался у морвокзала Владивостока. На борту спектрумов The Seas было почти 5000 туристов. Лайнер доставил гостей из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых начался в Шанхае. Столько же россиян сели на судно во Владивостоке и отправились к берегам Японии. Я путешествую с родителями. Этот город очень романтичный. Он очень небольшой, но я думаю, жить здесь комфортно. Очень красивый город, очень красивый мост. У нас на борту около двух сотен русских гостей. Они жители Владивостока и прибыли сюда из Шанхая. Очень милые люди. И прекрасные впечатления от захода во Владивосток. Заход судна таких размеров стал возможным благодаря проведению дноуглубительных работ у причалов морского вокзала. После первого гиганта визит в столицу Дальнего Востока нанесло круизное судно Quantum of the Seas, старший брат спектрума. Я работаю певицей на лайнере. Это мой первый раз в России. Очень круто. Хочу прогуляться по городу, сделать фото вон там и вкусно поесть. Мы празднуем на лайнере 80-летие бабушки. Да, а она все еще школьница и обожает историю. Это мой первый визит в Россию. Очень захватывающе. Я тоже здесь впервые. Да, здесь очень здорово. В октябре под финал круизного сезона во Владивостоке прибыл полюбившийся приморцем лайнер Коста Сирена. Итальянское судно заходило в наш порт дважды, 14 и 17 октября. Этот круиз фантастический, очень веселый и замечательный. Такой же, как и Владивосток. Для меня это не первый раз, когда я к вам приезжаю. Сегодня я планирую посетить центр города, увидеть много мест и хочу попасть на Арбат. Еще один лайнер посетит Приморье в декабре. Судно Коста Неоромантика зайдет в порт 16 декабря. Его визит станет 17-м по счету дополнительным. Таким образом, круизный сезон 2019 будет закрыт. В целом, за сезон этого года Владивосток посетили 10 различных лайнеров. А в планах администрации края на сезон 2020 года увеличить количество туристических судозаходов в Приморье примерно в два раза. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Хоккеисты «Адмирала» прервали свою победную серию в матче с «Локомотивом». Приморские студенты вновь выполняют нормативы ГТО. Юные футболисты Дальнего Востока и Азии разыграли кубок «Золотого рога». Все подробности у Максима Яковлева. Хоккеисты «Адмирала» у себя дома встречались с «Локомотивом». Ярославская команда не только навязала плотную борьбу, но и перечеркнула победную серию моряков. Счет, к слову, открыли именно приморцы в суматохе, протолкнув шайбу в ворота. После перерыва «Адмирал» увеличил отрыв. Второй гол окончательно разозлил гостей, которые в следующие пару минут смогли вернуть равные цифры на табло 2-2. Но моряки уходить на последний период без лидерства не хотели и в итоге забили еще одну шайбу. Практически всю концовку приморцы старались удержать победный счет, однако ярославцы этого сделать не позволили. 3-3. Овертайм уже давненько не решал судьбу матчей, поэтому по традиции вся игра завершалась в серии булитов. Если обычно «Адмирал» здесь хвастает удачей, то в этот раз моряки не реализовали ни одного броска. Локомотив же забить смог и в итоге победил. Несмотря на поражение, приморский клуб все-таки остался на четвертом месте в турнирной таблице. Краевой фестиваль ГТО стартовал во Владивостоке. На очередном выполнении нормативов комплекса собрались студенты колледжей в возрасте 16-19 лет. На протяжении двух дней юноши и девушки пройдут тестирование в беге, подтягивании, отжимании, стрельбе, метании снаряда, плавании и других дисциплинах. Большая часть тестов проходит в спорткомплексе «Олимпиец». Участники фестиваля, выполнившие нормативы комплекса, будут представлены на награждение знаком отличия ГТО, соответствующего достоинства – бронзовым, серебряным или золотым. Напомним, стать участником физкультурно-спортивного движения могут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше, имеющие медицинский допуск. Всю информацию о мероприятиях «Готов к труду и обороне» можно узнать на официальном сайте проекта. Футбольный кубок «Золотого рога» разыграли во Владивостоке. Ежегодный международный турнир собрал на стадионе «Юность» 16 молодых коллективов. Все это ребята младше 12 лет. Среди постоянных участников, вроде местного «Луча», «Хабаровского СКА», «Океана из Находки», можно было также заметить две иностранные команды из Японии и Кореи. Футболисты отыграли сначала групповой этап, после чего восьмерка лучших прошла дальше. После плотной борьбы на вылет до финала дошли давние соперники «Луч» и «СКА». Дальневосточное дерби даже в маленьком возрасте получается напряженным. В этот раз приморцы смогли забить гостям два безответных гола и все-таки сохранить кубок во Владивостоке. Хабаровчанам досталось серебро, а тройку лидеров замкнула артемовская команда «Атлетика». Максим Яковлев, «Ноости спорта на восьмом». И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Власти приморской столицы ждут с моря погоды и морозят горожан, откладывая начало отопительного сезона. Не могут или не хотят. Со спортивной набережной не удается убрать незаконный бизнес. Проблемный объект проэкспектировал глава региона. Удобно и дети под контролем. Владивостокцы все больше интересуются единой транспортной картой. 120 лет высшей школе региона. Дальневосточный университет широко отметит свой юбилей. Танцуют все. В эти выходные мы отметим день рождения Приморского края. Углубили, теперь увеличат. Сезон захода круизных лайнеров во Владивосток может стать еще эффектнее. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.